Примерно месяц назад в Тегеране полицией нравов была задержана 22-летняя девушка Махса Амини. Инцидент произошел в связи с тем, что полицейским не понравилось то, как она носит хиджаб. Кстати, всем, кто рассказывает о том, что религия эта конхвета неплохая, тузик вкусный, следует смотреть внимательно, поскольку это как раз тот случай, когда религия показывает свою истинную харю. Причем любая, поскольку вот такой фанатизм возникает везде, где на религию не надели намордник и не отделили от государства. Как обычно бывает в таких случаях, власти попытались рассказать о том, что после задержания Махса начала как-то сильно кашлять и заботливые блюстители правильного ношения хиджаба срочно повезли ее в больницу. Но не сложилось, она умерла по пути к лечебному учреждению. Тело девушки выдали родным и стало очевидно, что умерла она от многочисленных побоев. Полиция нравов учила ее правильно носить хиджаб и, очевидно, перестаралась. Видимо, это стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения общества, которая вот уже более 40 лет находится под гнетом свихнувшегося духовенства. И тут необходимо уточнить несколько важных моментов. Все эти десятилетия правительство Ирана не жалело средств для максимального усиления репрессивного аппарата. Достаточно сказать о том, что корпус стражей исламской революции по своей сути является государством в государстве и действует по своим внутренним нормам и правилам, полностью игнорируя те законы, по которым живет остальное общество. Кроме того, нужно отметить еще один момент. Именно в Иране создан механизм тотальной слежки за гражданами. Это немного не то, что создал Китай, поскольку в Китае изначально система строилась на том, чтобы обнаруживать подозрительных лиц и уже их обвешивать самыми разными механизмами слежки. В Иране оттолкнулись от других принципов. Там решили, что все население страны неблагонадежно, и поэтому средства контроля должны иметь самый широкий охват. Там разработаны собственные алгоритмы фильтрации входящей информации и соответствующего реагирования. Отсюда и большое количество репрессированных граждан страны. Тюрьмы забиты политическими узниками, а правительство продолжает совершенствовать средства выявления и подавления уже не инакомыслящих, а инакомыслия. В общем, репрессивный аппарат там действительно отточен и работает с достаточно высокой эффективностью, но в данном случае он дал сбой. Люди вышли на протесты, причем во многих местах они приобрели насильственный характер, но население пока так и не решилось взяться за оружие и сметать режим путем его уничтожения. Тем не менее, волнообразное течение протестов говорит о том, что в определенный момент количество может перейти в качество, и тогда наступит новая фаза восстания, непосредственный вынос режима вперед ногами. А прямо этой ночью протесты уже вспыхнули в печально знаменитой тюрьме Эвин в Тегеране. Там содержится значительное количество политзаключенных, но власти уже заявили, что восстания подняли не политические, а уголовные заключенные. В результате на территории тюрьмы вспыхнул пожар, который удалось потушить только к утру. О последствиях пока ничего не известно, но очевидно, что масштабный пожар в замкнутом пространстве не мог не привести к жертвам, а это значит, что заруба там была серьезная. По крайней мере, все происходило ночью, и пылающая тюрьма была хорошо видна с большого расстояния. Смотрите по ссылке под этим роликом. То есть протесты происходят как на улицах города Ирана, так и в его тюрьмах. Люди поднимаются четко, понимая, чем это может для них закончиться. Тем не менее, ни география, ни условия, в которых все происходит, не пугает людей, борющихся за свою собственную свободу и свободу своих детей. Просто заметим, что в стране, где репрессивный аппарат имеет максимально возможную эффективность и не ограничен никакими условностями, люди выходят на протесты и местами дают решительный отпор силовикам. Более того, восстание подняли даже в мрачной тегеранской тюрьме, зная, что последствия этого протеста будут крайне тяжелыми. И если кто-то из белорусов или мордорчан опять будет рассказывать о том, что они не могут справиться с энурезом и диареей от того, что они сами вырастили себе аппарат подавления протестов, и теперь им от этого делается страшно в исподнее, пусть посмотрят на Иран. Пример Ирана показывает, что даже в намного более тяжелой ситуации люди выходят на протесты и пытаются что-то сделать просто потому, что власть достала и потому, что они считают себя людьми, а не жвачными животными. А раз так, то дело не в репрессивной машине Москвы, а в них самих, в их рабских душах, в покорности и трусости. Причем они будут терпеть даже тогда, когда их откровенно ведут на убой. Та история, когда колхозникам объявили о необходимости завтра явиться к сельсовету, где их будут вешать, а те спросили о веревке, свою нести или выдадут на месте. Это не анекдот, это реалии двух этих лепрозориев. Я намеренно не привожу пример наших Майданов, но просто замечу, что Путин из кожи вон лезет, угрожая нам применением ядерного оружия. Вроде бы ничего страшнее придумать невозможно, и тем не менее, мы его посылаем вслед за его военным кораблем. А ВСУ продолжают разматывать его вторую армию. Не вторую армию мира, а просто вторую, потому что первую уже уничтожили, и она валяется в виде ржавых остовов техники и свежеприготовленного чернозема. Наши города регулярно обстреливаются буквально из-за всего, что есть у российской армии, и теперь, когда в Москве стали осознавать неизбежность и проситься на переговоры, их посылают туда же, куда они были посланы в первый день войны. А вот белорусы и россиянцы, как сидели с поджатыми хвостами, так и сидят. Что касается последних, то это вообще картина маслом. Пусть знают свою цену и свое место, исходя из следующего факта. В самом начале широкомасштабного вторжения в Украину, следом за армейскими колоннами, двигались колонны Росгвардии. Проще говоря, это были колонны тех, кого они боятся до изнурительной и бесконечной диареи. Так вот, именно их покрошили силы самообороны, а добивали охотники и фермеры, как грызунов и вредных животных. В первом и втором случае их обнулили не профессиональные военные, а простые люди, еще вчера даже не думавшие о том, что сегодня им придется методично и в особо крупных размерах уничтожать ту страшную силу, которая сейчас вселяет ужас в белорусский и россиянский плебс. Так что любой, кто из них попытается рассказать подобные сказки и не желает смотреть, например, Украины, поскольку стыдно, пусть смотрит на братский Иран, у народа которого оказалось больше духа, чем у белорусов и федерастов вместе взятых. Субтитры создавал DimaTorzok